Представители знака Зодиака, близнецы, близнецы мои дорогие, здравствуйте! Торопрогноз, гороскоп, торурасклад, события на пороге декабря, начало месяца, первые две недели. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Планетарно этот период, если мы разделим на самое начало, 4 декабря, Венера у нас в Скорпионе, прекрасное время проговорить то, что раньше мы продумывали, может быть, или предполагали, как будто лучше высветить какой-то вопрос, проговорив его, глядя собеседнику в глаза. Это способствует большему пониманию, большей откровенности, честности в отношениях. Нас призывают не бояться, в принципе, открыть этот ящик Пандоры. Это каким-то образом поможет. И если мы говорим уже где-то вторая неделя, и мы ведь смотрим начало декабря, то 12-го числа Новолуния в Стрельце. И это уже совершенно другие энергии, мои дорогие близнецы. Вполне вероятно, поэтому нас где-то призывают увидеть какую-то реальность в самом начале месяца или с чем-то, возможно, определиться. Так вот, Стрелец – это позитивная энергия. И где-то с 11-го числа мы словно будем избавляться от мусора ментального или прощаться с пессимизмом, потому что Стрелец, безусловно, оптимист – это побуждающая энергия сосредоточиться на своих желаниях. И это где-то продлится до конца уже года. Но для вас, мои дорогие, всё равно есть такой момент, нюанс вообще для всех. Но вы можете где-то прочувствовать это особенно. Ретроградный Меркурий тоже с 13-го числа. И поэтому, хотя, наверное, не очень это будет значимо, потому что сам по себе период второй половины декабря – это всегда какие-то паузы. Это то, что мы уже никуда не спешим. И, в принципе, даже, я думаю, если ваш управитель Меркурий ну, где-то нам какие-то метаморфозы преподнесёт. Это будут приятные какие-то сюрпризы и события. Давайте мы узнаем. Три главных события. Первые две карты мы достанем. Что придёт, что уйдёт. Вот так вот в целом на начало декабря, на первые две недели. И мы достанем как три главных события. Первая. Может быть, это три сами по себе разрозненных события. А может быть, это будет что-то одно. Как-то взаимосвязано с деталями. Три события. Итак, давайте будем смотреть, что придёт. Деньги, мои дорогие, правда. Вообще, это одна из лучших карт в колоде как и на финансы, так и на работу. Или ваши перспективы по поводу амбициозного проекта. Это то, что вы для себя хотите совершить. У кого-то это ещё и может быть второй доход, который тоже каким-то образом заметно улучшится. Но деньги не даём. Кстати, не даём по этой карте деньги в долг. Потому что либо сразу не вернут, либо какая-то может быть неожиданность. Вот принимаем это, да. А вот так сказать, что распылить финансы, то точно нет. Как карта говорит, помни, рука дающего завтра может превратиться в руку просящего. По шестёрке пентаклей есть такое значение. И на карте у нас изображены, я думаю, вы видели, как будто руки тянутся к деньгам. Так вот, деньги сохраняемые, дорогие. Это всё то, что приходит. Знаете, иногда по шестёрке пентаклей словно помощь высших сил. Что-то у вас решается положительно хорошо. Удачный, в принципе, и стабильный период. Начало декабря. Вот так в целом. Что же уходит? Вы сами уходите, мои дорогие. Ну, правда, у кого-то путешествие. Или к вам приезд человека, может быть, какой-то. Есть какое-либо перемещение по этой карте. Что уходит? Знаете, какие-то непонятности уходят. Потому что по восьмёрке кубков, особенно в этой колоде, это есть, знаете, какая-то проблема, дилемма. Или какой-то вопрос, который мы хотим с ним разобраться. Словно ищем выход, и мы его находим. В чём-то ставим точку. То есть у кого-то из вас что уходит? Это буквально будет сопряжено с перемещением, переездом. Или отъездом на время. Или надолго. Или, может быть, вы меняете место жительства. Значит, тут тоже что-то может для вас решиться. Совершенно, ну, как-то так спонтанно. Отчасти и так. А у кого-то это то, что вы планировали. Скорее всего, вы осуществляете. Или находите выход из сложной проблемы. Или создавшейся ситуации. Вы словно гештальт какой-то закрываете. И этот вопрос вам больше не будет препятствовать и мешать. Здорово. Что может быть лучше? Давайте главные события. Первое событие. Ай, отдыхайте. Зачем вам, мои дорогие близнецы? Десятка жезлов. С одной стороны, нам карта говорит, да. Во-первых, будет усталость. Вот такое главное событие. Нам говорят, что если игра стоит свечи или дело стоит того, то у нас как будто хватит и сил душевных, и физических выдержать какое-то напряжение. Но все равно всегда в любой колоде десятка жезлов говорит, а надо ли этим заниматься? Ведь совет идет один. Делегировать часть обязанностей или своей работы, или того, что вы делаете, планируете. Может быть, это будет сопряжено. И на работе много дел, и дома тоже много дел. Значит, нужно распределить. Нужно отдыхать. Вот это будет для вас важно. Давайте мы посмотрим. Тут ведь любая какая-то ситуация, обычная, житейская, бытовая, может быть, или как состояние перегрузки, перегрузки физической, или, может быть, эмоциональной, связанной с тем или иным вопросом. Давайте спросим, чем дело кончится? Если игра стоит свеч, то следует как будто взять себя под усы и что-то решить. Вы знаете, какой-то, может, вопрос, который тянется из прошлого, у вас словно быть закрыт. Причем вы с чем-то разберетесь. Может быть, это касается отношений. Шестерка кубков иногда проигрывается взаимоотношения с людьми, которых мы уже хорошо знаем. У кого-то это будут родственники, у кого-то будут ваши друзья. Иногда это могут быть люди, которые, может, вам придется заниматься каким-то вопросом, и он будет сопряжен с решением той или иной проблемы, если мы говорим родственники, да. Но отчасти, может быть, и наследство у кого-то так может проиграться. Или еще какие-либо вопросы, но все равно, которые пересекаются с вашей личной жизнью. Вот, сказала бы так. И с чем-то вы ведь тут разберетесь, это правда. В чем-то вы сможете... Это карта радости, это карта удовольствия отчасти. Это карта искренних отношений. Это карта, если мы говорим с 4-го числа Венера в Скорпионе, когда мы можем проговорить, а не додумывать самостоятельно, а потом углубиться в свои предположения. Нет, тут как раз что-то, то, что нас беспокоило, тревожило, оно словно все встает на свои места, причем в каком-то нормальном, таком спокойном режиме. Но, видимо, определенное напряжение вы можете ощущать. С чем сердце успокоится? Отдыхайте. И вы знаете, что? Все очень серьезно с учетом десятки жезлов и четверки мечей. В каком плане? Нас буквально может начинаться с усталости или хронической усталости. Помните, иммунитет падает. И начало декабря. Эпидемиологический неблагоприятный период, когда вирусные простудные заболевания могут вас одолеть. Ну, любого, правда? И иммунитет падает именно тогда, когда мы себя чем-то перегрузили. Нет сопротивляемости организма, должной. И буквально недомогание может уложить в постель, мои дорогие. Правда? Я должна это озвучить, потому что иногда это проигрывается. И четверка мечей, если мы говорим, чем сердце успокоится, отдых, все равно будете отдыхать. Я так надеюсь, что для большинства из вас это проиграется так, что был какой-то напряженный период или какая-то задача, которая требовала ваших сил, как душевных, так и физических, но вы-то этот вопрос разруливаете словно, разбираетесь с этой ситуацией. И чем сердце успокаивается? Когда мы приводим мысли в порядок, когда мы можем себе уже позволить отдых, когда мы уже где-то, ну, так на паузе, с чем-то разобрались и выдохнули словно. Давайте карту совет достанем. Знаете, мои дорогие близнецы, что-то вам может не понравиться, может быть, какая-то история, которую вы бы хотели как-то вот по-другому развернуть, а вам словно, может быть, от этого и десятка жезлов. Это может быть для кого-то из вас на уровне чувств, касаемо отношений, когда я предполагал или предполагала, что будет как-то по-другому, а пошло решение вопроса с какими-то нюансами, и мне приходится соглашаться на какой-то компромисс. И этот компромисс, он может не радовать, но карта совет нам говорит, это первого победа. Ты можешь настоять на своем, но тогда ты потеряешь вот это самое вдохновение, радость, взаимопонимание, как будто, с одной стороны, из-за большой усталости мы не должны словно соскользнуть на какие-то резкие эмоции, правда. Все-таки пятерка мечей. Это может быть карта, когда вы прежде, может быть, настояли на своем первого победы, да, как будто победа есть, но радости она нам не приносит. И вот теперь-то в совет нам говорят, какую-то ошибку, может быть, не повторяй, потому что по пятерке жезлов всегда из прошлого ситуация. И здесь как раз ее, ну, как будто разрулить или нейтрализовать. Все зависит от того, что это. Хотя я больше склоняюсь к тому, что это отчасти либо взаимоотношения с родственниками, с близкими, или, может быть, ваша личная какая-то история с человеком иногда по шестерке кубков на расстоянии. Такое тоже может проиграться. Давайте посмотрим второе событие. То есть с личной жизнью будьте аккуратны. Ну, видимо, резкие заявления не очень способствуют нашему счастью, может быть, на начало декабря. Король Пентаклий. У кого-то из вас это может быть человек, который рожден под знаком Зодиака, стихии земли, телец, девок, озерок, или имеет там асцендент. Может быть, это человек по работе, может быть, это ваш близкий человек. И не важно, что у нас выпадает. Король именно, да. Это могут быть как и девушки, так и мужчины. И, в принципе, человек вот в такой энергетике. Или в целом, это ваши такие будут энергии, когда у меня все под контролем. Я рассчитываю на самого себя. Это карта стабильности. И она уже предполагает, ну, где-то укрепление нашего статуса, наших позиций и новые перспективы на будущее. Сама по себе карта говорит о стабильном, опять же, периоде жизни или успешном решении вопросов, связанных с работой, с финансами, или все то, что составляет наше благополучие. Недвижимость, например. Может быть, и движимое имущество, но тоже такое финансово уже в более крупной сумме. Любые вопросы будут решены к вашему где-то удовольствию, когда вас что-то определенно порадует. Давайте мы спросим, чем дело кончится все-таки? Тут как будто только начинается что-то. Может быть, вот эта прочная позиция, которую вы себе на начало декабря создадите, или отношения с человеком, как я сказала, телец-дева-козерог, или с асцендентом, как новые отношения. Может быть, у кого-то новое знакомство. Или переход отношений на другой уровень, мои дорогие, правда. И по карте нулевого аркана, именно в этой колоде карт. Она шикарна. Я вспоминаю все время слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. У нас удивительный здесь шут показан. Он жонглирует всем, зодиакам, новые возможности. Но надеемся сами на себя. Но это старший аркан. Значит, скучать вам будет некогда, мои дорогие. Может быть, это как раз и какие-то новые возможности, касаемые работы. Или вашего жилища. Тоже правда. У вас это чем дело кончится? Оно не кончится, а как будто только начинается, благодаря вот такой вашей прочной позиции. Как будто близнецы расставляют все по местам. Больше определенности, больше четкости уже где-то в первые две недели декабря. И вместе с этим приходят и новые желания, перспективы. Наверное, вот где-то вы прочувствуете вот эту энергетику новолуния в Стрельце. И вам захочется вот так по-доброму помечтать и уделить внимание как раз своим желаниям, собственной энергетике где-то. Захочется действовать так, чтобы моя душа радовалась. И что-то подобное у вас получится. Хорошо. Чем сердце успокоится? Какие-то новости будут. Может быть и предложения. Тут кой железо пока горячо. Восьмерка жезлов – это как информация, на которую мы должны откликнуться быстро. Или куда-то быстро поехать. Или может быть какая-то ситуация, когда вам придется просто в каком-то деле участвовать. Быстро. Или может быть что-то переделывать. Или наоборот тут не совсем может быть переделывать, но отчасти это та возможность, может быть известие какое-то придет. И знаете, откликнуться словно нужно быстро. Иначе мы можем упустить время. Но отчасти это будет давать вам сильную крепкую позицию. Я бы сказала, не сомневайтесь себе. Все контролируйте по нулевому аркану. Но и когда выпадает эта карта, если мы где-то замешкаемся, все-таки острота момента в ней есть. Если мы замешкаемся, как будто, например, предложение какое-то поступило, значит нужно быстро его как-то проиграть. Вы ведь очень быстры на аналитику. Именно ваш ум, интеллект ваш, мои дорогие, быстро дает вам возможность проанализировать что-то и, видимо, откликнуться. Давайте мы совет, что же это может быть такое. Я-то тут увижу больше какие-то возможности по работе. А у кого-то это могли быть вопросы, да, правда, и работы. Или вопросы все же связанные либо с судом, может быть, или какими-то согласованиями в высоких инстанциях, получением документов. Или когда вы хотите по правилам, по какому-то регламенту тоже что-то оформить, у кого-то это оформить, буквально, может быть, ипотеку в банке, такое может быть вполне. И вы будете думать, как составить документы, как все просчитать, как вот собрать, в принципе, этот пакет документов. Тут как будто по справедливости. Безусловно, по аркану это старший аркан, и нам говорят, будь честен сам с собой. То есть не должно быть каких-то иллюзий. Но, посмотрите, впереди у нас первая карта, король Пентаклей. Это когда все под контролем до мелочей. И если быть сосредоточенным, у вас что-то в первые две недели так может быстро закрутиться, и я так могу предположить. Не случайно у вас тут шестерка Пентаклей. Словно высшие силы, два старших аркана, вам внезапно ускоряют либо какое-то дело, либо дают возможность с чем-то окончательно определиться, в чем-то поставить точку, или просто расставить по местам больше понимания, больше стабильности, больше ясности, опять же. Прекрасно. Просто поступайте по закону. И здесь мы так не можем расслабиться, когда карта справедливости. Тут как окнется, так и откликнется. В этот период нельзя рисковать. Поэтому, может быть, узнать, как в отношении вас работает тот или иной закон. Если вы себе что-то запланировали, ну, какое-то серьезное дело, которое прошляпить точно нельзя. И как будто оно состоит из мелочей. Тут мелочей не будет. Поэтому что-то вам придется просчитать. Давайте посмотрим третье событие. Ну, у вас, правда, сильная позиция, мои дорогие близнецы. Карта силы сама по себе. Но отчасти она нам говорит. Вот, может быть, где-то вопросы, как я вижу, по крайней мере, личной жизни, либо взаимодействия с вашими близкими. Тут тоже в Аркане Сила у нас девушка держит льва на такой цепочке. Ну, она как будто визуальная только цепочка. Нам говорят просто держать эмоции на коротком поводке. Почему? Карта больших возможностей и вашей сильной позиции. Но мы не продавливаем как будто какое-то свое решение или то, чего мы хотим добиться, или свою точку зрения. Тут нет, тут больше как карта мага, манипуляции. Быстрее договориться, обойти какие-то острые углы. Если нужен, так, значит, заключить какой-то компромисс. Но самый главный результат. А вот какими методами вы как будто к нему придете, может быть, не столь и важно. Но, знаете, карта больших возможностей. И где-то на вторую половину декабря вы уже встречаете, может быть, все праздники рождественские, новогодние, в более сильной позиции. Хорошо, тогда мы спросим, чем дело кончится? Праздник, мои дорогие. Правда, в какой-то праздник. Два праздника у вас будет, может быть, и больше. Помимо тех праздников, которые сами по себе, Новый год и Рождество, будет какой-то праздник от успешного выполненного дела или решения того или иного вопроса, или что-то у вас получится, мои дорогие близнецы. И вас, несомненно, это порадует. Может, себя поблагодарите за то, что выдержали какой-то предыдущий период, этап, который был очень напряженный, вполне вероятно. Хорошо, давайте спросим, чем сердце успокоится? Мечтать захочется вдохновением успокоиться сердце, когда, безусловно, с учетом как карты силы, так и короля Пентаклей. Это словно есть ментальность и мои желания, мечты. И я точно знаю, что я могу осуществить. А то, что я не могу пока осуществить, значит, я просто разработаю новую стратегию и тактику. И если мы говорим, чем сердце успокаивается, знаете, легкостью. Легкостью и каким-то вдохновением. Это точно. Хотя и называют эту карту иллюзорного успеха, но в данном случае в этой позиции какая-то тяжесть, словно у вас, как камень с души. Вот мы говорим, вот это уйдет. Давайте карту совет. Правда, новые начинания. У кого-то, может быть, закопать топор войны, который касается отношений. Правда, мои дорогие. Разобраться, может быть, в какой-то вашей личной истории по пажу кубков. Карта совет просто говорит, вдохновись. Ведь это совет. Хотя иногда проходят паж кубков как вопросы, связанные с детьми. Может быть, и достаточно большими детьми. Значит, просто могут быть какие-то приятные известия от ваших детей. Но все же в совет. Это продолжает карта тройку кубков и говорит, порадуйся. Лови вот этот момент, может быть, вдохновись. Уведь жизнь свою совсем не с какой-то тяжелой вот такой позиции, когда много приходилось работать или когда было сложно, или было сложно найти взаимопонимание. Посмотрите, насколько полярные карты. Вот какая-то история у вас меняется полностью. И это по справедливости. Какие-то возможности. Потому что, если мы так в целом, вот эти все три события, правда, тут что-то может быть взаимосвязано. Словно все сферы жизни, основные, как благополучие, так и личная жизнь, так и финансы, приходят в какой-то прекрасный баланс. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда. Редактор субтитров А.Семкин